Так, друзья, вот и я чар-чар снова. Я сегодня Никиту отвезла первый раз с этого дома в школу. Мы проверили, в общем, как поехали по автостраде, второстепенной автостраде, поехали в Тонзенциале вокруг города. Вот, мы быстро приехали. А потом, когда Никита уже пошёл в школу, а я поехала назад домой, через город. Блин! Столько пробок в городе! Офигеть! В общем, решила всё. Всё, я через город по утрам больше не буду ехать через весь город. Лучше под Тонзенциале, лучше вокруг города, быстрее, как говорится. Не надо буксовать, как говорится, быстрее, медленнее, быстрее, медленнее, ждать. В общем, знаете, на кругах поворотах. А там всё быстренько, чики-пики. Мы сегодня утром так быстро поехали. Ну всё, так что решили с Никитой немножко попозже выходить, потому что мы приехали намного раньше и сидели, ждали в машине, пока школа не откроется. Потому что, знаете как, сейчас же не лето, не весна, не тепло на улице стоять, ждать, когда школа откроется, холодновато. В общем, лучше, конечно, в машине. Мы сидели, куковали. Я там чуть не заснула. И сегодня снова рано проснулась ранее пташком. Слушаю, постоянно мысли в голове, мысли мои скаконы. У меня очень много мыслей, потому что до сих пор мы не разобрали всё. Сейчас я переоденусь. А, котятки на улице. Сейчас я их покормлю, переоденусь и буду снова разлаживать всё. Смотрите, что творится. Все наши, вся борзая тройка сидят и смотрят на этих маленьких котят. Кстати, сын Рину попросил, чтобы мы одного из этих котёнка ему привезли, чтобы ему там, как бы, веселее было. Вот, мы даже не знаем, мальчики это или девочки. Смотрите, как Томаса. А ну-ка, давайте попробуем открыть. Ну-ка, поговоришь с ними, Томас? Ну-ка. А вот и братик пришёл, Майкун, нашей Арии Жой. Котятки чёрные, вы мальчики или девочки? А ну-ка, скажите мне заранее. Потому что желательно девочку ему привезти, чтобы он, как говорится, не метил там квартиру. Ну что, Томас, видишь, соседи твои, новые друзья. А ты куда? Ты куда? Вниз давай, сейчас я вас покормлю. Он ещё один идёт. Гелори? Киафамы? Кто хочет кушать? Кто хочет кушать? Давайте, налетайте. Налетайте. Борзая. Борзые, борзые. Это у нас борзая тройка, а это пятёрка, пятёрка. Пятёрка. Так, вчера развесила вечер. Нет, вчера где-то после обеда развесила бельё на ночь. Вот. А сегодня должно быть солнышко. Я надеюсь, оно досохнет. Что там? Не могу понять. А, нет, она не грязная. Это расцветка такая. Я думала, что там красное такое? Надеюсь, птички не накакали, блин. Да, надо... Вот солнце скоро выйдет. С этой стороны досохнет бельё. Всё, кушайте. Наконец-то солнышко вышло. Надеюсь, что высохнет, просохнет всё. Покушали уже, молодцы. Так, друзья, пока у меня есть немножко времени, буквально час, час времени только, я разлаживаю большой чемодан. Это мои все вещи летние. Томас в ванной. Представляете, ему понравилась ванна. Так, сейчас сразу покажу, какая у нас ванна. Видите, она небольшая. Это не длинная ванна. Но она даже не короткая. Она примерно средняя. Вот, потому что я когда жила на родине до Италии, мы жили с мамой моей покойной, царство небесное в частном доме, у нас мало было места, и у нас была вот такая коротенькая ванна. Вот, я когда попробовала ванну эту, здесь можно лежать, просто согнув коленки. Так что она не короткая, не длинная, но она средняя такая. Томас, ты куда? Здесь ширма так закрывается, но я сказала Арину, что надо эту ширму поменять, убрать, потому что всё равно снизу вода просаживается, тем более Никита у нас высокий. Когда он стоит, принимает душ, сверху тоже может брызгать. Вот. А у нас здесь плитка, видите, до какой высоты. Вот. Намного выше, чем душ. В общем, надо повесить просто вот эти вот занавески, специальные ванны. Томас, следопыт. Следопыт, Томас. Да что такое, фокус не берёт нормально. Вот, короче, вот такая ванна небольшая, видите. Вот эту вот стиральную машинку, ну, уже закончилась. Мы хотим отнести вниз, на первый этаж, там можно подсоединить её, чтобы здесь больше было, как говорится, места. Можно здесь какой-то шкафчик поставить, вот для чего-то, потому что, видите, тут ремо тоже мало места, оно вот так вот узкое. Вот, здесь свекрови ещё осталось, там мы освободили уже, свёкры покойного было. Это сюда, для Рину, в общем, установили всё. Вот, и, в общем, такая вот неудобная, приходится расчёски вешать, вот эти вот вешать. В общем, здесь всё подналожила, это всё своё, и туалетная бумага. В общем, из шкафа я ещё не разобрала, там тоже внизу всякие порошки, в общем, всё такое. Ну, короче, надо разбирать. Томас, давай, выходи, выходи подный трус. Так, я наконец-то, разобрала этот огромный прямо чемодан. Всё, сейчас я его закрою, и когда вечером Рину придёт с работы, мы всё отнесём вниз. И вот, смотрите, вот сколько всего отнести вниз. Вот этот тяжёлый мешок большой, вот этот большой мешок, вот этот чемодан, вот эти вот все коробки, вот эти картины тоже вниз отнести. Вот это всё вниз, ещё большая тоже, представляете, это всё отнести вниз. Это я разобрала вот этот вот шкаф, вот здесь и здесь наверху что было. В общем, я передумала. Я сюда не вешала свои вещи летние, вот там оставила только хорошее одеяло, нашла новое хорошее. Вот здесь на нижней полке Никитина, вот, а, Томас, здесь тоже на нижней полке Никитина, вот, а на верхней полке это мои чисто летние вещи, пока здесь. А потом, когда будет весна, я сюда переложу зимние, а именно туда, ой, в этот, как бы, как кладовочка, вот так вот у нас кладовочка тут, находятся инструменты, в общем, всё такое, очень неудобно, очень узкое. И здесь у меня, видите, всё зимние вещи, вот, и в этом шкафу тоже, вот. Думали, здесь Ирину и мне, но мы не поместимся, поэтому я в спальне свекрови освободила части, где часть была свёкра покойного, и там вот я показывала вчера, что уже это самое, там ему разложила вещи, всё, наконец-то. Я свои вещи ещё не, даже не все разложила, по-моему, по-моему, вот эта вот огромная сумка, там, по-моему, я Никитина пижамы ещё привезла, и мои спортивные мастерки все, вот. У Никиты тут пропылесосило, как вы видели, тоже у Никиты не всё закончил, ещё пока что в своей комнате. Вот. Диван, там немножко вот тоже освободила, потому что всё звалино было, кое-какие сумки я положила за диван, там сверху побросала пледы, и здесь поменяла, был большой такой плед, он прям по полу катался, ну вот я поменяла, убрала большой плед, положила такой средний, вот, так что вот такие вот дела. Ну всё, мне надо собираться, ڈаааааааа. Я не могу сказать, что я записался, я не могу сказать, у... Продолжение следует...